Для меня человек, который имеет опыт в политике, но является сволочью, намного хуже, чем человек, который не имеет опыта в политике и является нормальным. Я не апологет Владимира Зеленского, поймите меня правильно. Я человек, который взял у него интервью, который его знает. Я также много лет знаю Юлию Тимошенко, Анатолия Гриценко, Петра Алексеевича знаю с 96-го года, Олега Ляшко знаю намного меньше. Хотя нет, с начала 90-х я его знаю, я помню его еще журналистом. Естественно, о каждом из этих людей у меня есть свое мнение. И то, что актер и комик Зеленский, которого иногда называют клоуном, идет в большую политику, это не значит, что если он станет президентом, то как президент он будет хуже, чем трижды судимый, дважды сидевший зэк, или кто-то другой, кто не держит своих обещаний, вообще с которым нельзя иметь дело. Это ничего ровным счетом не значит. Мы видели успешных людей из актерского цеха, того же Рональда Рейгана. И, кстати, а кто может сегодня сказать, кто лучше для Украины? Юрист, актер, колхозник, фермер или банкир, или олигарх? Никто не скажет. Поэтому люди интуитивно ищут того, кто помог бы им вернуть веру в справедливость и веру в свою страну. И то, что одним из них есть Зеленский, я не вижу в этом ничего противоестественного. Я сам такого ищу. Я сам такого ищу. Чим вам особисто запомнился 2018 рік? Кроме каких-то личных событий грустных, о которых я бы не хотел говорить, это смерть моей мамы, я думаю, что в копилке разочарований от несостоявшихся надежд он занял такое весомое место. Наши политики показали в который раз уже, что они не думают о людях, что им нельзя верить. Да, они думают исключительно о себе. Что им нельзя верить, что страна им... Просто страна, Украина для них это место, откуда они выкачивают деньги для личного обогащения. Но конец года я лично встречаюсь с надеждой. С надеждой, что в 2019 году, может быть, найдут кого-то хорошего, изберут президента. Может быть, этот человек не сойдет с ума от того, что его избрали и предпринят какие-то шаги, которые нам, простым украинцам, понравятся. Может быть. А может быть, еще осенью изберут Верховную Раду не дебилов, как это происходит последние годы, и не сволочей. А каких-то нормальных, может, немножко просветленных людей, которые поймут, что это их историческая миссия, и надо как-то этому соответствовать. Надежды. Сбудутся ли они? На 90% могу сказать себе нет. Ну, потому что опыт уже, когда наступал на грабли много раз, верил, верил, и потом опять то же самое. Але надеяги... Ну, вот 10% себе оставляю. В наступном году так, відбудутся президентские выборы. Мы выбрали президентом и партійного босса, и червоного директора, и финансиста. И, соответственно, зекам можно так говорить. А зараз маємо... Одни кажуть олігарха, інші називають беригою. Как у Драйзера была финансист Титан Стоик. Надо разобраться из них теперь, кто Титан, кто Стоик. Кто наступный, кто станет президентом, сьогодні вам не схажет цього ніхто. И я теж не скажу, бо я просто не можу взяти на себе сміливість, щоб сьогодні озвучити це прізвище, тому що я не знаю цього прізвища. Я не знаю. Я думаю, что, если все будет идти так, как идет сьогодні, во втором туре мы увидим Владимира Зеленського і Юлию Тимошенко. А, возможно, мы там увидим Анатолія Гриценко. Але не Петра Порошенка? Ну, я не вижу Петра Порошенка во втором туре. Может, я недостаточно опытный человек і неправильно думаю как-то, но я его просто не вижу. Хотя он себя видит президентом второй раз і його окружение говорит, что они для этого сделали все. Посмотрим, что они для этого сделали. В любом случае, я думаю, что мы увидим интересную борьбу в оставшиеся эти три місяца. А со вторым туром і більше. Ми увидим настолько интересную борьбу, що многих буде тошнить, а некоторых і рвати. Потому що буде грязна війна компроматів. Многі кандидати в президенты узнають о себе много нового, интересного, того, чого с ними никогда не було. І люди дізнаються багато чого нового. Будуть использованы любі заготовки домашні, і спонтанні тоже історії. Але саме інтересне, що я хотів би сказати всім кандидатам в президенты, вже компромат не працює. А що працює? Я думаю, звізди так должны сойтись. Ви-первых, работають больші деньги, раз. Тому що мільйоні людей в губинці, і не тільки в губинці, ждуть, коли к ним занесуть деньги, щоб вони за кого-то проголосували. Це наші реалии, к сожалению. Работає креативна мысль. Іскренность буде работать. Надоєла фальш. Будет работать искренность. Кто найдет кратчайший путь к сердцам людей, у кого будуть глаза нормальні, честні, не сыгранні. Люди видят, де играє честність человека, а де по-настоящому... Тонко відчувається. Да. І, конечно же, звізди должны будут сойтись так в определенний момент, щоб кто-то вырулил. Но буде интересно. Я уверен, буде интересно. Я знаю, що... Я вам скажу, що я надеюсь ще на то, що нескільки чоловік заявять о тому, що вони пійдуть в президенти. Я дуже жду, що заявить об цьому офіціально Ігор Петрович Смешко, чоловік, яку я безмирно уважаю. І я считаю, що сьогодні, якщо б мене спросили, кому б я країну доверив, я б сказав Смешко. Потому що він суперподготовленний чоловік к цій ролі. Він руководив ГРУ, він руководив СБУ. Він глубоко погружен в проблеми країни і знає, як країна виходити з цих проблем. Він чистий чоловік, він сердечний чоловік, добрий чоловік, але в тому же часу дуже цілєустремленний, стійкий і не добренький, а добрий. Це важливо. Я б йому країну доверив. Діло за малим, щоб Ігор Петрович... Але люди його не знають. Людям візнати чоловіка при нинішніх технологіях, повірте мені, місяць-полтора. І я би лично приложив всі усіляя к тому, щоб люди його візнали. А ресурс у мене огромний. Але діло за малим, він має сказати, що він йде, тому що він, як ніхто, розуміє, що це таке, звалити на себе цей груз. Та і сім'я проти, я знаю. Я знаю, що ви особисто не ходите на вибори, це ваша принципова позиція. От що має відбутися, щоб ви поступилися своєму принципу і пішли на вибори і виконали свій громадянський обов'язок? Последній раз я голосував за Леонида Даниловича Кучму, коли була угроза, що може бути Симоненко. 99-й рік. 99-й год. Більше я... Нет, я ще пошел голосувати за Тегибко в свое время. Був у мене грех такий. Дело в тому, що коли ти получаєш більше інформації, ти становишся постепенно другим человеком і розумієш, що відбувається на самом деле. Щоб я пошел на вибори, я должен увидеть в бюллетенях одну фамилию, за которую я встану і пойду. Ще і всіх позову. Напередодні Нового року, що би ви сказали українцям? Що би ви їм побажали? Я хотів би пожелати всім, знаєте, щоб у нас був хороший 19-й год. Щоб разочарований було поменьше, приятних сюрпризів побільше. Щоби все були живі, щоб все були здорові. Це саме головне. А щоб радовались життя, все рівно Україна – лучша країна в світі. Я в цьому абсолютно уверен. Лучша. Я не був був лучшої країни. Да, є по господарсьному устройству лучші країни, побагаче є країни, але так, щоб ти выходил і дышав полною грудью і кайфував от цього, я такої ні одній країни не був. Тому я був всем пожелав береч свою любимую родину. Дякую за перегляд!